Наш эфир продолжает программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что, коронавирус, давайте так, наверное, коронавирусы и политики, а как на наших глазах меняется отношение некоторых политиков к мерам, предпринятым президентом, чтобы оградить нас от этой беды? Ну, вспоминаются сразу же два таких очень ярких случая, о которых я расскажу. Первый – это, значит, когда 31 января, если не ошибаюсь, это было 31 января, через 10 дней после обнаружения первого случая заболевания коронавирусом в Америке, это не означает, что он первый, это был первый обнаруженный, да, то есть когда, так сказать, мы поняли, что оно уже пришло к нам, и, как бы, так сказать, началась подготовка, понимать, что это все значит, как это может к нам иметь отношение. Естественно, что велись какие-то расследования до того, но с этого момента как бы началась серьезная работа. Значит, через 10 дней после того, как, после 21-го числа, как я уже сказал, 31-го, Трамп объявил о том, что он закрывает воздушный мост с Китаем, то есть, иными словами, китайцы не смогут прилетать сюда, а американцы, так сказать, из Америки не будут летать туда, и только вот последние американцы, те, которые там в течение какого-то количества времени, там должны собраться, так сказать, и прочее, и прочее, и тогда прилететь, тогда их впустят. Что началось? Началось, ну, скажем, так сказать, Байден, да, будучи на сегодняшний день как бы основным потенциальным соперником, я все еще не верю, что демократическая партия позволит ему уже, так сказать, впадающему, с моей точки зрения, в маразм представлять их на президентский выборах, но, так сказать, на сегодняшний день он как бы, так сказать, кандидат, про которого, так сказать, можно сказать, что он самый близкий к номинации. Так вот, он, значит, заявил, что это, значит, закрытие отношений, закрытие перемещений китайцев, американцев, там, туда-сюда, показывает, какой Трамп, и тут последовали целый ряд нескольких слов, во-первых, он оказался и тираном, и сумасбродом, но самое главное, что он оказался расистом. То есть, мы уже знали, что он расист по отношению к чатлатину, которые приходят из соседних с нами стран и через границу нелегально переходят. Мы знали, что он расист по отношению к мусульманам, потому что он запрещал, так сказать, пытался запретить мусульманам как бы не въезжать в США. Ну, естественно, по отношению к черным, он, кроме того, ненавидит еще инвалидов, женщин. У меня, честно говоря, уже забыл я, целый список был. Так вот, значит, добавились еще и китайцы. Это дело сразу же даже подхватили, а параллельно с Байденом сразу же выступила и CNN, и MSNBC, и, ну, обычные, так сказать, наши New York Times, Washington Post, и с ними, так сказать, десятки других радиостанций телевизионных, станций журналов, там, газет и тому подобное, рассказывая о том, как Трамп принимает решение не на основании того, что ему, скажем, говорят, докладывают его помощники, специалисты, которые, так сказать, профессионалы там в чем-то, да, а вот как левая нога захочет, значит, вот встает утром, не умеет руководить, там и тому подобное. И практически в течение недели после этого все основные статьи, журналы, заголовки и тому подобное были о том, значит, вот какой дурак у нас самозброд президент, который взял и закрыл приезд китайцев в Ассоциативную шагу. На сегодняшний день мы уже понимаем, что этот шаг, наверное, значительно уменьшил приток зараженных вирусов людей в Соединенные Штаты Америки и, возможно, приостановил, ну, остановить невозможно, приостановил, затормозил, замедлил развитие вот этой вот инфекции. Почему это важно? Потому что, когда одновременно очень много людей заражаются, очень много людей попадают, процент какой-то определенный попадает в больницы, определенный процент в тяжелом состоянии, определенный процент нужны самые дыхательные машины и не хватает места, таким образом, там, где происходит этот взрыв. То есть, иными словами, даже растяжка этого же количества заболевших по времени уже помогает в значительной степени медицине справиться с проблемой и очень часто принести облегчение и вылечить людей то, что не происходит, если все это вот в куче. То есть, как минимум, это Трамп сделал, прекратив свои воздушные и прочие сообщения с Китаем. Прошло совсем немного времени, и эти же люди, эти же издания, эти же журналисты начали, сейчас уже две недели, даже больше, продолжают писать о том, что Трамп очень медленно среагировал на вирус, что он долго ждал, прежде чем закрыть полеты туда-сюда, в Китай и обратно, и любой другой президент на его месте сделал бы это быстрее. никто из них не догадался написать, скажем, там, не на первой, на шестнадцатой странице, там, извините, там, уважаемый президент, мы там зря на вас наезжали, вот. Потому что главное ведь не правдивость и действительно информация о населении, а главное это топить Трамп. Мы поговорим сейчас по этому поводу еще через минуту, почему это настолько важно, вот сейчас. Второй пример, который я хочу привести, он, значит, следующий. Трамп, если не ошибаюсь, двенадцатого марта, по-моему, да, на одном из своих брифингов сказал, что, значит, вот есть, есть, я не помню, он упоминал конкретно врача или нет, но вот есть, так сказать, такой пример с заболеваниями в Нью-Йорке, в Апстейте, где некий врач с помощью целого коктейля из, там, витаминов, там, так сказать, антибиотиков, чего-то еще и лекарства от малярии вылечил уже пятьсот пациентов, то есть пятьсот довольно пожилых людей пришло к нему уже с какими-то симптомами, он не отправил их в больницу, он начал их лечить амбулаторно, и, значит, все эти пятьсот человек, никто из них не попал в больницу, все они сейчас в хорошем, нормальном состоянии. А в этот же день началось совершенно такое, что просто представить себе невозможно о том, как Трамп, который ничего ни в чем не понимает, берет на себя функции профессионалов, как он смеет вообще разговаривать об этом. И у всех изданий, тех же самых опять, CNN, MSNBC, MBC, Нью-Йорк и прочее, оказались эксперты, с которыми они все поговорили, которые все до одного сказали, что это абсолютная чушь, что это вот лекарство не может лечить от, значит, от пневмонии, от этого вируса, там, от чего угодно. Через несколько дней, да, значит, на следующий день губернатор штата, о, забыл, Мэрилинд, по-моему, мадам там такая, может, не Мэрилинд, на М, да, ну, хорошо, не важно. Мичиган. Да, Мичиган, все правильно, да. Она выпустила приказ о том, что на территории ее штата она запрещает врачам прописывать вот это вот лекарство от валерии с целью помочь больным с коронавирусом. Прошло две недели. И она же, эта же мадам Мичиганская, губернатор, заявила прессе, что несмотря на ее постоянные требования к администрации Трампа прислать ей как можно больше вот этого самого лекарства от Малери, она его не получает в достаточных количествах. Опять забыв сказать, что две недели тому назад она заявила, что Трамп идиот, и что она запрещает своим врачам, выписывать это лекарство вот для коронавируса. Значит, выяснилось. После того, как методика, кстати, наш с вами соотечественник, значит, по фамилии, значит, имя Владимир, здесь его зовут Зеев, Зеленко, как я понимаю, он, значит, из из Украины, и он врач, он стал хасидом, а здесь уже живет в очень хасидском таком месте в Абстейте Нью-Йорка, где у него, в его местечке, завод сейчас как оно называется, живет 35 тысяч человек, все они хасида, вот очень конкретно и совершенно, никто из них не собирается переставать ходить в синагоги, дети большие очень семьи, общаются друг с другом, с соседями там и тому подобное, жизнь идет, так сказать, достаточно скучно, и они разъединиться не могут. И поэтому, по его утверждению, 60, он провел тесты где-то, помню, 200, 300, 400, я сейчас не помню, тестов провел, послал не сам, послал, так сказать, Москву и послал в лабораторию. И выяснилось, что 60% населения вот этого вот местечка, 60% от 35 тысяч, вы понимаете, что это 20 тысяч человек примерно, а, значит, они больные, то есть больные, что такое больные? Они заражены, они получили этот вирус. И Читон, он, опять же, провел достаточно серьезные исследования, там, может, они научные с точки зрения как-то 100% должно быть, но он лечащий врач, он не ученый, который, так сказать, искал. И вот с точки зрения лечащего врача, молодежи вообще не нужно было лечиться, их, так сказать, молодежи детям и достаточно легко перебарывала иммунитет собственный. Только тем людям младше 40, у которых были какие-то проблемы респираторные, там, астматические, там, что-то еще, что-то еще, которые, так сказать, ослабили, или, там, может, рак какой-то, да, ослабили их иммунитет, так сказать, это как бы отдельная группа до 40, но со слабым иммунитетом. Значит, людям с начальным или, так сказать, более-менее продвинутым, так сказать, заболеванием он прописывал пять дней вот этого курса. Причем использовал он лекарства, которые мы говорим от малярии, не как лекарственное, а которое как что-то, что помогает цинку лучше усваиваться клетками организма. Цинка имеет определенное, так сказать, действие на вирусы, уничтожает их, он замедляет и останавливает их деление развития, то есть, они не могут выращиваться. То есть, лечить он не лечил этим, он этим заставлял вирус перестать воспроизводиться, а уже от вторичного, так называемого, уже бактериального, возникающего в результате всего этого воспаления легких, лечили антибиотики. То есть, выяснилось, что его методика научна совершенно правильно. За время скандалов и криков в него пришло еще 199 человек. В общей сложности 699 человек хасидов, пожилых, из его местечка, там из соседнего. А вылечились из этого количества только четыре человека он отправил в больницу, и никто не умер. То есть, выяснилось, что оно работает. И поэтому Трамп, на которого обрушились такие помои по этому поводу, вы просто не представляете. Значит, он заявил, что три больницы, он разговаривал с ними. Значит, этот самый Майкл, господи, может быть, новый его руководительного аппарата, Мэддл, связался с тремя больницами. Две в Нью-Йорке, одна в, по-моему, Массачусетсе. И все эти три связались с этим врачом, взяли у него точные данные, разъяснения и начали тесты, уже нормальные научные тесты, на основании которых мы будем знать не только действия, но и негативы, если они есть какие-то там и прочее, и прочее, с которыми уже врачи могут нормально работать. А кроме того, значит, Трамп добился того, чтобы обычное разрешение на использование лекарства в других целях. Слушай, лекарство было от малярии, а сейчас оно используется в других целях. На это обычно уходит порядка девяти месяцев на весь процесс, чтобы разрешить это. Трамп, так сказать, добился того, чтобы сделали это моментально, за три дня. То есть, в течение трех дней они сделали все необходимые процедуры и дали врачам разрешение на пробовать, то, что называется. Вот, пожалуйста, вам два ярких примера того, как, чтобы Трамп ни говорил, сначала, так сказать, реакция идет такая, оболгать, что называется, описать, а какать, грязью там залить там и тому подобное. Почему это происходит? А дело в том, что у Трампа растет рейтинг все время. Вот, что называется, что ледит, еще полпроцента. Потому что, если 1 марта у него был общий рейтинг, значит, 43-44 процента, а рейтинг по тому, как он борется с коронавирусом, 45 плюс, а минус был 55, то уже к 20 марта и к 1 апреля проверяли еще один раз, 55 процентов страны считает, что он хорошо борется с коронавирусом, и его общий рейтинг вырос до 49,5 процентов, средний, значит, all clear politics. Иными словами, что бы они ни делали, как бы они ни лгали, что бы они ни производили, как бы они ни кричали, народ видит его каждый день на экране, ни психованного, ни нервного, ни кричащего, ни это самое. Человек напряжен, он сконцентрирован, он четко разъясняет свою позицию, он приводит специалистов, они подтверждают это или говорят там что-то такое свое, рассказывают, объясняют. И народ понимает, что делается, почему это делается, почему это необходимо, а что-то почему не необходимо. Он может быть делает какие-то ошибки, все мы люди, которые делаем ошибки, может все его советчики, все делают какие-то ошибки, мы не знаем. Но мы знаем, что у руля стоит трезвый, нормальный человек, который пытается сделать стране хорошо. Вот как с этим демократом бороться, тем более, что оба их представителя, и Сандерс, который, так сказать, как бы должны представлять их партию на выборах, да, либо Сандерс, либо скорее всего Байден. Оба они пропали, ощущение, что они выжили из ума, а Сандерс на каком-то интервью, по-моему, на CNN, не помню, на NBC, на вопрос, как надо бороться с коронавирусом, сказал, вообще надо пускать всех в нашу страну, как он смел закрыть Китай. Всех. Ему говорят, ну как же, они, может быть, больные, это не имеет значения, если человек приехал в нашу страну, мы его обязаны принять, напоить, накормить, ноги помыть, вылечить. Даже если он принес какие-то с собой болезни, это не важно. Важно, что не дай бог не останавливать нацистскую политику, значит, вот, значит, не берут нацистскую политику Трампа, которая не дает людям летать туда-сюда, опять-таки. То есть, уже становится понятно, что у них абсолютная кошмар. Значит, что делать? И они придумали сейчас. Они организовывают комиссию прямо сейчас по проверке работы Трампа по борьбе с коронавирусом, чтобы стараться как можно больше ему мешать. А главное, чтобы разбить вот этот самый имидж, который у народа, что Трамп все делает хорошо и правильно. И вот сейчас вот они начинают с сегодняшнего дня, они начали ее формировать, и они бросят все свои силы для того, чтобы параллельно вести. Вот он делает какую-то свою презентацию, тут же включаются демократы и рассказывают, как все это неправда. И их специалисты будут рассказывать, какой он ужасный идиот и прочее. Но я думаю, что будет тот же результат, что был с Мюллером, тот же результат, что был с этими проститутками, тот же результат, что был с Коэном, тот же результат, что с импичментом. Вот, потому что народ все-таки не идиот. Леон, что касается коронавируса, скажите, а вот показатели в Нью-Йорке какие-то совершенно катастрофические по сравнению, скажем, с Калифорнией, где живет огромное количество народу. Как это объяснить? Нет, знаете, не знаю. Я могу говорить только про факты. Мне ужасно сложно объяснять. Знаете, еще когда мы говорим про экономику и связь ее с политикой, я могу объяснять. Вот это объяснить я могу. Я могу говорить только про то, что я живу в Калифорнии, живу в Лос-Анджелесе. Я знаю, что у нас в Калифорнии живет 40 миллионов человек, включая и законных, и те, которые без документов пробрались сюда и живут здесь. 40 миллионов. Часть из них живет в больших городах со страшной скучностью. Там мексиканцы, там и прочее, и прочее. Черные, так сказать, в значительной степени. Люди, которые приехали из всяких восточных, так сказать, дальневосточных стран. А они живут скучностью. Они не, никак они к этому карантину нет сам. Они ходят другу в гости, они справляют дни рождения, они, дети их играют вместе, там и т.д. и т.п. То есть, так сказать, может они делают вид, что на самом деле там никакого карантина нет. К нам съехало 70 тысяч в одном Лос-Анджелесе бомжей. То есть, людей без домов. Они живут на улице, кто-то в палатках, кто-то что-то еще. У нас тепло, у нас их не трогают, у нас возят наркотики, если они очень хотят. А если не очень хотят, то возят тоже. Вот, у нас возят им еду там. И не говорят, что у них хорошая жизнь, не дай бог, кошмар, не дай бог, да. Но большая часть из них сумасшедшая. Или просто наркоманы и т.д. Они живут, они, думаете, они очень соблюдают социальную дистанцию друг с другом. Вот. Я даже не хочу рассказывать по этому поводу ничего. Просто представляете, да, социальная дистанция в среде бомжей. Так вот, почему у нас, при том, что к нам только с 1 октября по 31 декабря приехало 300 тысяч китайцев, а потом с 1 января по закрытию приехало еще 100-120 тысяч китайцев в январе? Почему у нас вернулось за это время в Калифорнию около 300 тысяч человек, которые были в азиатских странах? Это европейцы, американцы, там, черные, там, и тому подобное, кто угодно, да? Которые. Почему к нам перебежало сюда за это время 20-30 тысяч неостановленных Мексикой, Мексика пытается останавливать людей из вот этих стран Гватемалы и тому подобное, в которых тоже есть это болезни, всякие другие болезни. То есть у нас по всем данным, по всем разговорам, по всем утверждениям нашего губернатора должно быть, как он нам сообщил, от 100 до 220 тысяч мертвых до конца апреля месяца. Вы знаете, Сережа, сколько у нас умерло людей, не то что не жалко, да? Вот по утверждению губернатора и мэра Лос-Анджелеса, ну, скажем, 100 тысяч, да? Вы знаете, сколько у нас человек умерло от коронавируса? И я знаю врачей, которые утверждают, что им приписали это части. На самом деле умерли от чего-то другого, но они были в это же время заражены, поэтому написали, что от коронавируса. А? Сережа, какие идеи есть поэтому? Нет, не по-моему. Я отвечу. Значит, на вчерашнее вечер было 215 человек. За все то месяц, все то время, что китайцы ввозили, ввозили, ввозили вирусы к нам, что у нас он распространялся, что у нас такие условия, что антисанитария в центрах городов. 70 тысяч людей не соблюдают. Целые огромные кварталы, заселенные мексиканцами, черными, с какими-то бомжами и тому подобное, не соблюдают никакого карантина. У нас умерло 200, ну хорошо, на сегодня, наверное, может 250 человек. Не в день. За три месяца от того, что у нас происходит. Ну, то есть, нам говорят специалисты, сидите дома, сидите дома, давайте сидеть дома. А мы говорим, не касайтесь друга, да. Маску носить, да. Все сидел. Я просто ошарашен несовпадением цифры в 100 тысяч человек и 220-250, не знаю, не хочу предсказывать, сколько умирают. Я ничего не могу понять. Ничего не могу понять. А Нью-Йорк, там что-то такое свое происходит, я тоже не знаю. Я могу только смотреть на это по телевизору и говорить, о боже, какой ужас. Да. Хорошо, Леон, давайте мы сделаем, наверное, перерыв традиционный на рекламу, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я начну немножко как бы с мнения. Вы сказали, что у вас так мало, относительно мало погибших. Я думаю, это потому, что у вас тепло. И поэтому есть большая надежда, что с наступлением тепла эта зараза исчезнет. А еще у меня к вам вопрос. Вот, уважаемый Леон, скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему среди левых, ну я имею в виду руководство левых, потому что, как вы говорили, среди рядовых бывают порядочные люди. А вот именно среди руководства такое количество и таких особо подлых людей. И причем это не только в Америке, и в Израиле. Чего-то не выдержал. Ну-ка, может быть. Алло. Не работает. Не работает. Что-то произошло. Я даже не знаю, почему такое количество. Нам всегда кажется, на самом деле, я думаю, что большинство людей, которые в политике занимаются политикой, да, так сказать, именно не пытаются народ куда-то повезти, а именно политикой занимаются. Там какие-то качества вырабатываются, которые нормальному человеку не могут нравиться. Ну, я думаю, что и с той, и с другой стороны есть. Нам кажется, что всегда, что на той стороне, на которой мы, так сказать, эмоционально и морально находимся, там больше хороших людей, потому что они совпадают с нами и прочее. Я там, нет, я не знаю, мне очень сложно ответить на вопрос. Мне тоже кажется, что они очень противны. Давайте попробуем. Добрый день. Добрый день. Я начну с того, что спасибо вам, что вы начали работать. Пара дней не работали, очень вас не хватало. Теперь скажу пару слов добрых Леону Ванштейну. Я не пропускаю его ролики на Ютьюбе. Но у меня есть и несколько вопросов, кроме благодарности. Вот такой вопрос, может быть, он дурацкий. Но, может быть, есть какая-то возможность как-то с демократами бороться политически, объявить их в заговоре против Америки. Ведь это действительно выходит на это. Но я тоже тут 30 лет живу, но ничего близко не было. Ну, еще пара вопросов касающихся того... Давайте я попробую на это ответить, а потом вы спросите еще что-то хорошее. Договорились. Да. Значит... Да. Сережа, кто говорит? Вы говорите. Ага, окей. Хорошо, прекрасно. Значит, дело в том, что свобода слова предполагает право людей высказывать те мысли и идеи, которые они считают нужными. Если они впрямую не призывают к насилию или, ну, скажем, не определяют какие-то группы населения каким-то образом, то, что мы называем там расизм, там шовинизм и тому подобное, то они имеют полное право это делать. Сказав это, они не борются против Америки, они борются против Америки, как мы ее с вами себе представляем. Им хочется ее полностью трансформировать, полностью поменять, сделать из нее что-то совершенно другое. И они борются... Кстати, они те же самые слова произносят о том, что мы с вами боремся против Америки, потому что у них один взгляд и мнение, что такое Америка, а у нас другой. — Алло. — Да. — Да-да, пожалуйста, продолжайте. — Алло. — Говорите, пожалуйста, слушаем вас. — А, можно, да? — Да. — Еще такой вопрос. Дело в том, что недавно выступал в этом, в этом непомнящем, и он немножко нас напугал тем, что будет после. После об этих толпах голодных, об этих бунтах, которые возможны, а топа, которые могут пойти на Европу, на Израиль, и возможны бунты в России. Вот хотелось бы услышать мнение Леона на эту тему. — Я должен уточнить, Александр Непомнящий конкретно говорил о ситуации на Ближнем Востоке, о том, что происходит в Сирии, в Ираке, даже в Египте, что, по сути дела, государства прекращены, ну, некоторые государства прекратили свое существование. И там будет, там сейчас эпидемия, там голод, потому что, ну, вот так, и о возможном перемещении, о возможном количестве беженцев, речь шла исключительно об этих странах, чтобы понятно было. — Ну, значит, скажем так, все сценарии, которые мы можем в нашей голове разыгрывать, они всегда абсолютно футуристические, то есть они абсолютно придуманные. Может, оно так пойдет, а может, не так. Любые сценарии, это, значит, 50-50, че так, че не так, да? Сценарий 20, и каждый из них че так, че не так. А кому-то показалось, что будет так он это рассказывает, кому-то захотелось эпатаж, да, устроить, то есть провести, так сказать, такое какое-то, напугать кого-то, а кому-то захотелось поумничать. Я не обвиняю никого, я просто рассказываю, какие бывают мотивации для всех этих рассказов. Мы с вами ничего не знаем. Значит, есть такой принцип. Надейся на хорошее, готовься к плохому. Я человек оптимистичный, я всегда надеюсь на хорошее и пытаюсь другим людям привить эту самую оптимистичность и говорить, ребята, да, так сказать, плохо, но смотрите, так сказать, впереди, если мы будем себя правильно вести, я надеюсь, будет хорошо. Есть люди, которые ведут себя прямо противоположным образом, не знаю зачем, но, наверное, так сказать, им от какой-то внутренней, собственно, и, может, неполноценности хочется, чтобы все так себя ощущали. Теперь конкретно вот к этому сценарию. Есть очень много отрицательного в том, что ведущие страны мира, Америка, Германия, выпустили такие огромные, вернее, занимают такие огромные деньги и такую огромную часть своего бюджета тратят на то, чтобы их население мягче и без диких потрясений и тому подобное прошло тот период, который, мы надеемся, будет какой-то не очень долгий, да, то есть выхода из коронавируса как болезни и выхода из коронавируса как остановки промышленности. Это экономика, это безумно сложный процесс, безумно сложный процесс, особенно для малого бизнеса, особенно в сфере обслуживания. Так вот, из-за того, что мы эти деньги сейчас, которыми на самом деле мы подкармливали мир, и мы чуть-чуть, Китай чуть-чуть, Германия чуть-чуть, кто-то еще чуть-чуть, там, Санувская Аравия чуть-чуть, так сказать, может, меньше, чем другие, но она тоже, так сказать, подкармливала. То есть те, у кого есть слишком большее количество денег, чем то, что им нужно для прожития, они пытались каким-то образом другим народам помогать. И очень многих странах жили частично, не полностью, частично за счет вот этой вот помощи. Вот как сейчас мы будем помогать или вытаскивать тех, у кого будет действительно критическая ситуация, я не знаю, потому что ни у кого не будет денег. денег не будет хватать на себя, что называется, да. Значит, если у нас, как бы, вот, заканчивается в апреле, в конце апреля заканчивается наше вынужденное сидение дома, в течение мая начнут открываться какие-то там, по ночи чуть-чуть, разрешат это открыть, то открыть, в этих штатах разрешат, в этой области разрешат, там, тому подобное, это тип бизнеса, и мы начнем медленно, медленно, медленно возвращаться к жизни, и считайте, допустим, мы 1 июня входим в нормальную жизнь, все равно в нее долго еще будем ходить, потому что, ну, в ресторанах народ будет бояться сидеть рядом друг с другом, подавать руки мы не будем, там много чего начнет меняться, народ запомнит надолго вот то, что вот можно заразиться, да. Но если вот это произойдет, и в июне мы уже выходим на, как бы, так сказать, возможность нормальной жизни, то удар будет страшный и по нам, и по миру, но все-таки мы его выдержим, мы, по крайней мере, немцы, мы, Япония, а с Россией там отдельный вопрос. А если это все продолжится, и в июне будут скихывать новые и новые и новые очаги, значит, то там, то там, то там, то мы не сможем, то есть, я просто не представляю приказ в этой ситуации, приказ президента о том, что, так сказать, ребята, можете идти, так сказать, отмена, так сказать, вот этого, так сказать, сидения дома и прочее, и прочее, и разрешение идти и работать, общаться и т.д. Просто не представляю себе. Я думаю, что опять начнется еще один на 2 триллиона, а то и на 4 триллиона. Кстати, 2 триллиона мы занимаем, и еще 4 триллиона печатаем, чтобы бросить денежную массу. Потому что она сейчас не ходит, она застыла, надо каким-то образом подпитывать вот этой кровью, денежной массой остатки нашей экономики, иначе все вообще рухнет, а потом не соберешь. То есть мы сейчас 6 миллиардов в это дело вбрасываем, то есть мало того, что заняли под проценты, еще и инфляцию сами себе устраиваем. Так вот, я не знаю, какой процент 4 миллиарда от общей массы денег, не считал никогда, но на этот кусок мы и получим инфляцию. Так вот, кроме естественной нормальной общей, которая все время идет. Значит, что будет происходить дальше, я не знаю, но если, не дай бог, нам нужно будет сидеть или дома, или как-то еще до июля или августа, а уж не говоря об октябре, то та цивилизация, которую мы знаем сегодня, она закончилась. Что будет дальше, вот я сказал эти слова, что это значит, я тоже не понимаю. То есть представить себе просто не могу. Да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Есть ли какая-то информация вот на сейчас по доктору Зеленко, как идет эксперимент? И второе, это просьба к Леону. В его ежедневных выступлениях на ютубе не мог ли он бы отражать вот эту информацию по Зеленко? Спасибо. Вы знаете, у меня нет никакой прямой информации. Сейчас это перешло в, как я уже сказал, три клиники. Плюс врачам разрешено, но это не информация, просто, так сказать, они будут сами. Во-первых, раскупили все это лекарство. Не понимая, как его использовать, раскупили, думая, что, мол, что оно помогает. Оно не для того помогает. Их надо с цинком, во-первых, во-вторых, витамины принимать, там, неважно, целых, там, пять дней комплекс лечения есть. А, значит, информацию мы никакую не получим из FDA и из больниц, пока эту информацию до нас до всех официально не донесут. Единственное, что я знаю, что какие-то две больницы в Нью-Йорке и больницы, которую мы знаем при университете, в, так сказать, в этом самом, господи, опять забыл, Массачусс, или Мичиган, что-то у меня выскакивает сегодня из головы штаты на букву М. А, значит, одна больница там, две больницы в Нью-Йорке, они занимаются вот настоящим исследованием, а это означает время, это означает, так называемая, двойная слепая петля, там, неважно, что это значит. А определенным образом надо исследовать, потому что уже давно пришли к выводу, что только вот таким образом можно найти что-то, да, как оно действует. Так вот, этим образом надо это проверить. И точка, к сожалению, ничего не смогу рассказать, кроме того, что уже, так сказать, нам сегодня известно, или какие-то анекдотические истории. Когда американцы говорят анекдотические, они имеют в виду анекдот, смех, они имеют в виду конкретный случай, который, может, не раскрывает все общего, но дает что-то конкретное. Я пытаюсь об этом говорить, даже не только о Зеленко, а вообще, так сказать, вот всякие израильские там методика, которые вынесены еще со времен второго храма, когда они там, так сказать, горячими полотенцами, с влажными горячими полотенцами оборачивались, оборачивались одеялами, там, 20 минут лежали, раз в день, три дня, потом перерыв, три дня, потом снова, для того, чтобы создать определенную температуру внутри. Этот вирус вроде бы погибает по определенной температуре. И она не 25 градусов Цельсия, она выше нормальной температуры тела, а именно та самая температура, на которую тело выходит, выводит, так сказать, нас, когда в телу надо справиться с вирусом. Так вот, там, говоря, так сказать, русским языком, это 38 там с чем-то, а, так сказать, переводите сами на Фаренгейт. Так вот, глубокое прогревание, скажем, вот, легких, так сказать, тоже, так сказать, разработанное в давние-давние времена, а потом, так сказать, как бы восстановленное в Париже тоже российским, так сказать, человеком, бывшим российским человеком, евреем из... Витебска вспомнил, вот. А еще какие-то, я все время пытаюсь доносить, при этом я все время говорю, я не врач, господа, спрашивайте у своих лечащих врачей, может, вам нельзя сделать глубокое прогревание, может, вы от этого умрете, может, вы посадите сердце на этом. Так сказать, я вам рассказываю, что происходит, вы сами решайте, что с этим делать, лучше всего, если у вас в семье есть врач или друг врач, с которым вы можете, а не с лечащим врачом, с которым вы можете общаться. Поэтому с удовольствием рассказываю, но больше, чем я сканирую, что называется, интернет, и общаюсь с людьми, я больше этого не могу давать. Ну, а теперь давайте вот о чем. Так или иначе, все, что происходит, носит на себе отпечаток политической активности. То есть, даже такой кризис здоровья, а демократическая партия не может упустить. Ну, вы помните этот лозунг, нельзя. Так сказать, позволить кризису, хорошему кризису пройти, так сказать, не использовав его. Они следуют учению Сола Алинского в полной мере, усвоили. И пытаются использовать эту ситуацию в своих политических целях. Там, скажем, когда принимается закон о помощи, там, мелкому, малому бизнесу и так далее, они пытаются всунуть туда какие-то свои элементы, подкормить своих доноров или изменить избирательный закон. В частности, вот сейчас СОРОС, финансируемые СОРОСом компании, эти всякие организации, сейчас пытаются продавить изменения законов, так сказать, провести голосование по почте, что открывает просто неограниченные возможности для фальсификации выборов. То есть, безграничные абсолютно. Это один момент. Ну и второй момент, это то, что на протяжении последних лет Конгресс занимался исключительно тем, что пытался избавиться от президента. И в частности, конечно, безусловно, это не могло не сказаться. Об этом даже в Вашингтон-Пост статья была о том, что вот эта эпопея с импичментом, безусловно, отрицательно сказалась на действия администрации. Ну и, похоже, на этом они не успокоились. Джейм Клайб, кстати сказать... Да, нам нужно сделать Трампа плохо. А если при этом плохо становится стране, то это то, что называется, вполне возможно и никак, так сказать, не мешающий демократам, ну, скажем, так сказать, ну, случилось еще заодно что-то, лес рубит, щепки летят, если помните, был такой лозунг. Вот щепками оказалось, оказались Соединенные Штаты Америки, а лес, с их точки зрения, это выборы, значит, не дать Трампу выбраться. Вот 6, если не ошибаюсь, 6 февраля только закончилась история с импичментом, да? Да. Да. То есть надо было, чтобы Трамп, который ушел в самый накал, борьба за этот импичмент, ежедневно надо было следить за этим, потому что, ну, нападение, серьезное нападение Конгресса, а потом, так сказать, Сената, почты, полстраны и тому подобное, потому что выгнать тебя с работы, естественно, ты сидишь и отвлекаешься на это, да? И я понимаю, что есть еще куча дел, типа, так сказать, там, русские перешли границу там, или там Сирия там сделала это, а Израиль то и тому подобное, то есть на которые тоже что-то надо каким-то образом отвлекаться, ты не можешь концентрироваться с моей точки зрения на чем-то, даже не только сам Трамп, да, а вот группа людей, которые помогают ему управлять страной. Они концентрируются на нескольких вещах, скажем, так сказать, на импичменте. Как они в это же самое время могут делать еще кучу всяких других обычных дел, если у них такое количество эмоций, не просто времени, а еще эмоций, занимает вот это. То есть, с моей точки зрения, импичмент он привел к, наверное, количеству смертей. Достаточно, да. Может быть, если бы Трамп с его умением, так сказать, просчитывать вперед, сконцентрировался бы на... Я не знаю, может быть. Вот. С моей точки зрения, он достаточно быстро все сделал. Обама, когда начался свиной грипп, начал обращать на него внимание и вышел в первый раз по его поводу разговаривать, когда количество смертей не заболевших, а смертей перешло за 10 тысяч. Было уже заражено 60 миллионов, на тот момент 22 миллиона американцев и 10 тысяч смертей. В финале было заражено 60 миллионов американцев. Так вот, на уровне 10 тысяч смертей Обама вышел, начал разговаривать, сказал, что с этим надо начинать бороться. Так что, так сказать, по сравнению с этим, даже не сравнение с этим, Трамп очень быстро все сделал, даже при том, что, так сказать, его внимание было направлено на что-то другое. Естественно, это невероятно политизируется. Вот сейчас вот новый вот этот вот комитет, который создается, создан уже, Нэнси Пелоси, под названием, так сказать, я уж не помню, как они его назвали, но суть его следующая. А давайте попробуем, значит, вытаскивая на свет всякие грязные, вранье, там, материалы, неправду, там, полуправду и тому подобное, попробуем убедить публику, что Трамп не, так сказать, не такой вот хороший руководитель, как им всем показалось. Потому что, на сегодняшний день 60% американских потенциальных избирателей говорит, что Трамп хорошо справляется с своими обязанностями как руководитель в кризисное время. У них очень большая проблема. Судя по всему, человек, которого они решили попробовать встанить в качестве лидера демократической партии на выборах, а именно губернатор Нью-Йорка, Эндрю Коума, я имею в виду, похоже, что он решил не влезать в эту историю, я думаю, что он влезет, он никогда не был национальной фигурой, и у него, похоже, очень большой хвост всяких дел, которые, если вылезут, то будет ему неприятно. Вот, может, из-за этого, может, потому что он решил вообще не лезть в это до 1924 года, но Коума, похоже, соскочил с этой идеей. Было очень заметно, как он сначала, так он был довольно, с Трампом был такой мягкий, так сказать, того, что федералы нам помогают, я когда звоню, там туда-сюда, потом два дня он вдруг начал разговаривать, как будто он не губернатор, а как будто он, так сказать, скандидат в президенты, там, Трамп виноват, там, он не сделал это, он не сделал то, а потом вдруг, по-моему, это было где-то в четверг на той неделе, может, в пятницу, на его ежедневную, он тоже делает ежедневную пресс-конференцию, как президент, который освещается значительно лучше, чем конференцию президента, он вдруг дважды за время пресс-конференции поблагодарил Трампа, а потом даже сказал где-то в середине, что Трамп обладает очень хорошими качествами менеджера, которые очень помогают нам справляться с коронавирусом, чем сразу же показал и Трампу, и кому-то еще, что он не полезет в этом году, по крайней мере, в эту гонку. Может быть, ему показали какие-то там, намекнули на какие-то вещи, которые кому-то известны, мы не знаем, да, а может, просто решил, что сейчас у него шансов нет, зато вот в 24-м году, может быть, шанс у него появится, я не знаю, то есть нет у них больше никого, кто бы мог его сплотить, и сразу же, так сказать, демократическая пресса перестала орать, что, так сказать, давайте его поставим там вместо и будем за ним всем сплочаться, да, то есть, как бы, как бы вот раз, и у них ушел самый главный человек, который, надежда была, так сказать, на то, что он победит Трамп. Вот. Естественность, это политическая, заканчивая уже у нас время, час подошел, это все очень политизируется, мы через очень короткое время оказываемся у выборов, к огромному сожалению, момент, в который, так сказать, партии должны были бы сплотиться и начать бы работать вместе, показать всем избирателям своим, что они могут это делать, они этого не сделали, и с моей точки зрения, тут виноваты демократы. Бывают часто виноваты республиканцы, так сказать, но в данном конкретном случае виноваты демократы. Потому что плевали бы на страну, мы, главное, должны выкинуть Трампа с Белого дома и получить наши, так сказать, насиженные места, на которых мы получаем много славы, денег там и всего остального. Если позволите буквально... На этой ноте, к огромному сожалению, я должен закончить сегодняшнюю передачу. Да, буквально два слова. Огромное спасибо всем слушателям и Сереже радиостанции, которая открылась и работает. Леон, буквально два слова. Во главе вот этого комитета, специального комитета, который создал Нэнси Пелоси, будет стоять Клайборд. Этот человек во время вот этой кризиса, этого коранокризиса заявил, что это хорошая возможность для того, чтобы изменить страну в соответствии с нашим прогрессивным видением. Видением, да. Ну, то же я сказал, они видят Америку другой, и поэтому для них это не есть нападение на Америку, а наоборот, так сказать... Спасибо. Спасибо огромное. До встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok